Внимание! Данное видео может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, аклоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды, нецензурные выражения и брань. Поэтому оно не предназначено для просмотра детьми и лицами с неуравновешенной нервной системой. Всем привет! С вами Готик и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. Все видео, которое вы сейчас увидите, снято в 2019 году, вот в конце, со старой бандой, с которыми мы не играли полтора года, вот собрались чисто заснять вот это видео, мои размышления, спасибо. В этом видео я хотел бы рассказать, или точнее поделиться своими мыслями о том, стоит ли возвращаться в игру в 2019, да и уже в принципе в 2020 году. ХП бронюк! Не надо! Да и в целом, стоит ли играть в эту игру, думаю, что большинство из вас ответит, что да, мы тут играем, мы тут уже чего-то добились, у нас куча доната, жалко уходить. Но на самом деле, мне кажется, основная причина, почему до сих пор играют в Warface, это люди, с которыми вы играете. Безусловно, тот коллектив, который у вас собрался, жалко его терять, жалко расходиться, но тем не менее... Вы знаете, Матера зашел в клан, прошло 30 секунд, и он уже пишет скинь голову мне. Вот какие аргументы, почему не стоит возвращаться в 2019 и 2020 году в Warface, если вы уже забросили этот проект на год, полтора и более. Во-первых, причина первая. Донат. Здесь ничего не поменялось за это время. Как требовалось донатить, так и требуется. Сайга 2013-14-15 года вообще бесполезна. То же самое, что и у САС, АЦР, СКАР и так далее. КТАР, то есть это все бесполезно. Это выброшенные деньги, просто хлам на помойке валяется и никому не нужно. Новый донат, поэтому требуется вливание, как обычно. Бать-мразь. Ну, сложу, выдержу. Это было четко. В натуре четко. Причина номер два. Мне кажется, что загубили сам проект своими турнирными организациями, проведением турнира, да и в принципе, это турнирная направленность. Изначально играли все 8 на 8, были полнейшие паблики, клан-вары везде и всюду. Сейчас я зашел и вообще никого нет. Вообще. КВ никто не играет, все играют рейтинговые матчи, 5 на 5. И все такие просто плановые, что ваш мурашки по коже. Какой в этом смысл? Раньше было веселее, раньше было меньше задротства. Мы просто фанились, просто угорали. Что сейчас на выходе? Все такие серьезно играют на серьезных щах. Затащит ли Номанд? Раз на раз. Бомба охота. Бомба охота. Потому что читеры были всегда, но сейчас, в данный момент, мне кажется, начиная с 20-х по 10-ю лигу, не проблема вообще найти читера, который в наглую протаскивает целую команду за 100-150 рублей. Господи, серьезно, ребят, вы тратите деньги на то, чтобы пройти лигу? Как-то несерьезно. Более того. Э, че, вам долго еще? Нет, кажется, не было. Да противника, миссия выполнена. Пусть, миссия, пусть они идут. Установите бомбу возле одного. Матери, объясни, это, поступок. Раунд начал бомба взята. Пусть. Я бы хотел для себя отметить четвертый пункт. В Farface просто тупо нечего делать. Да, ивенты есть, да, они придумывают всякие там марсы, синдикаты и прочую эту фигню. Но в чем ее интерес? На удержание аудитории? Аудитория держится за счет коллектива, который был здесь построен. Многие кланы с 2013 года, и они сидят. Этим составом по 6 лет люди уходят, возвращаются, раз в полгода забегают на игру, посмотреть, что изменилось. Честно, все меняется. Баланс оружия, графику подтянули. В этом плане, конечно, все здорово. Но они убили, мне кажется, душу проекта. Вот эту вот ненавязчивую идею фана, которая изначально была, переведя это все на серьезные турнирные рельсы. И мне кажется, Warface это не тот проект, который требует турнирных обязательств. Так, чтобы это было прям массово. Ты долго-то писал? Да. Кто-то послушал с твоего совета. Мне кажется, Warface спасет, безусловно, объединение серверов. Но я думаю, что особо эта погода не сыграет на моменте того, что сейчас огромная политика партии строится вокруг турнира. Поэтому, как я уже говорил ранее, это все бесполезная идея. И, к сожалению, клановые битвы убиты. Пве убито. Рекордов больше нет. Достижений таковых за прохождение нет. Поэтому... Это было хорошее время. Спасибо всем тем, кто был со мной в Готике. Безусловно, может быть, мы пересечемся в других с вами проектах. О каких? Подписывайтесь на группу. Или возвращайтесь обратно в группу. Я расскажу и покажу, во что мы сейчас катаем. В данный момент это GTA, RDR2, который выйдет скоро, Fallout 76, Raduga. Много игр. Старых Готов тоже много. Спасибо. Вот такой получился ролик. Скорее, больше мои размышления на эту тему. И спасибо огромное всем тем, кто со мной играл. Для помощи в записи этого ролика. Картавый Джо. Нобот Крыл. Только я, короче, подумал над тем, что не стоит записывать новый ролик. И выкидывать его. Стоит ли играть в Warface 2K19. Через два дня после записи ролика, соответственно, выкладывают нам пятый класс в Warface. И я прям даже не знаю, стоит ли делать обзор на это. Выскажу вкратце свое мнение, что это полная херня. Особую игру это не разнообразит. Да, пострелушки. Да, интересный миниган, гранатомет. Могут тресать только инженеры. Может быть, инженер будет из-за этого чуть-чуть более играбельным классом. Но в целом, мертвый онлайн, отсутствие разнообразного КВ, да, вот этот рейтинговый задротские матчи, это никак не изменит. Это все останется. Друзья, которые ушли из Warface, вряд ли вернутся сюда донатить. Вообще удивительно, что он, блядь, бесплатный, этот новый класс. Я бы не удивился, если бы вы зашли в игру и стоил бы, не знаю, 5000 кредитов разблокировать новый класс. Даже не знаю, даже не знаю. Честно скажу от себя, что, возможно, стоит, стоит все-таки, возможно, стоит все-таки задуматься над тем, что Warface умер. И начать играть уже в нормальные игры. Присоединяйтесь к нашему сообществу. Помогите его развить. Стоит задуматься над тем, что пора играть уже в нормальные игры. Мир движется, и все мы движемся, все мы развиваемся. Вчерашние дети, сегодняшние студенты, но продолжают играть в Warface. Зачем? Одумайтесь. У вас что, до хера денег лишних, что ли? Купите лучше Red Dead Redemption. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok